Застройщик получил разрешение на строительство частного дома. Построил два этажа, готовился к строительству третьего, но строил с нарушениями. Во-первых, дом не похож на частные здания, поделено на отдельные квартиры. Второе, застройщик нарушил установленный законом отступ от дома до границ земельного участка. Суд признал объект самовольным. Выдан был исполнительный лист о сносе данного объекта. Исполнительный лист поступил к нам в конце 2018 года. За этот период должник неоднократно был привлечен к административной ответственности, а также подвергался иным мерам воздействия. На сегодняшний день видим результат. Сам приступил за счет собственных средств к сносу. Застройщик добровольно приступил к демонтажу данного здания с целью сохранения за собой земельного участка, который находится у него в собственности. Если бы он это не сделал, администрация имела право бы изъять данный земельный участок с последующей продажей из публичных торгов. За последние две недели это уже третий самовольно возведенный дом из тех, которые застройщики сносят собственными силами, чтобы сохранить землю. И 14-й с начала года. Всего же в списке под снос еще более сотни объектов. Это и небольшие постройки, гаражи, магазины и многоквартирные дома. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok